Как отличить фальшовую купюру от настоящей или обнаружить следы на месте происшествия? Разные виды экспертиз будущим юристам показали специалисты Кировского экспертно-криминалистического центра. Репортаж Виргина Мативасян. Мы начинаем обрабатывать поверхности. Мы следов еще этих не видим. Вот мы так обрабатываем кисточкой. Один из лучших экспертов Константин Павлов рассказывает студентам о работе криминалиста, а заодно и знакомит с проведением дактилоскопии. Процесс этот длительный и кропотливый. Специалисты центра проводят сотни экспертиз и выезжают на место происшествия. Поэтому в арсенале каждого эксперта различные методы, способы и специальное оборудование. Специалисты обязаны обнаружить, зафиксировать и изъять следы. Чтобы обнаружить, мы пользуемся различными приборами. Увеличение, освещение, ну это криминалистические лупы. Освещение там обыкновенное, можно необыкновенное, там фонари различные. Дактилоскопическая пленочка, например, светлая есть и темная. Мы изымаем микроволокна и, например, следы обуви. Студенческий десант довольно часто высаживается в экспертно-криминалистическом центре. Нынешние студенты – будущие юристы. Им особенно важно знать, как проводятся те или иные исследования. Студенты увидели баллистическую экспертизу и холодного оружия. Побывали в биологической лаборатории. А при исследовании фальшивых купюр им удалось немного и самим побывать в роли экспертов. Которая из них нормальная, я буду вызывать сомнения в подлинности и объяснить, для примера, почему, по каким признакам, что вы смогли увидеть. Вот это, наверное, не настоящая. Ну, почему вы поняли, что она не настоящая? Ну, верно, вот знак изображен. И это уже нечеткое. И тут как смысл читать. Любая экспертиза проводится для того, чтобы раскрыть преступление. Это главная мысль, которую хотели донести эксперты будущим юристам. И в этом деле важным является взаимодействие следователя со специалистами и экспертами. Сегодня в центре проводятся все виды экспертиз. Каждая может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. К примеру, больше всего по времени проводится экспертиза почерка. А был в практике местных специалистов случай, когда преступника нашли по следу уха. Вергина Мативосян, Валерий Никулин, Вести, Гиров.